Несколько дней назад был подписан указ президента о праздновании 300-летия Екатеринбурга. В связи с этим документом много вопросов. На самом деле, будут ли выделены федеральные деньги в помощь организации праздников, не будут ли выделены. Что об этом вам известно? На данном этапе ничего не известно, просто потому что состоялось подписание указа, в котором признается, обозначается, что праздновать 300-летие города Екатеринбурга будем. А дальше работа предстоит достаточно серьезная, чтобы наполнить этот праздник соответствующей программой, согласовать с федеральными и региональными органами власти. Те объекты, которые мы собираемся сделать к празднику, то, что должно финансироваться за счет федерального бюджета, регионального, то, что нужно будет сделать силами бизнеса. То есть это будет большая комплексная программа. Вы говорите, то, что должно быть профинансировано из федерального бюджета. Возникает вопрос, а должно ли быть профинансировано? Потому что, насколько я знаю, есть некое такое правило, что если бюджет области, коэффициент выше единицы, то... Ну, я думаю, что, да, общий подход будет такой, но в любом случае какие-то исключения будут, значит, эти исключения должны согласовываться. Что бы хотелось, какие объекты хотелось бы получить финансирование из федерального бюджета? Ну, я думаю, что для всех интересен объект номер один – это метро. Причем здесь вряд ли идет разговор о том, чтобы стопроцентно профинансировать за счет федерального бюджета. То есть это должны быть какие-то комплексные усилия и регион, и город, и федеральный бюджет. Возможно, привлечение бизнеса. Вот это самый финансово емкий вопрос и самый сложный, и, пожалуй, самый необходимый. Дальше, я думаю, что развитие транспортной инфраструктуры очень важно сегодня для города, и мы вполне можем надеяться на то, чтобы здесь была городу оказана соответствующая помощь. Как оцениваете внешний облик исторического центра Екатеринбурга? Нуждается ли он в обновлении? Потому что когда было тысячелетие Казани, празднование, им удалось отреставрировать большое количество зданий. Я думаю, что не нужно нам сегодня сравнивать ситуацию в Казани. Это была совершенно другая страна. У нас была совершенно другая, совершенно по-другому выстраивались бюджетные процессы, и возможности бюджета были совершенно другие. Я думаю, что такого объема ресурсов из федерального бюджета, как его получила Казань к своему тысячелетию, нам вряд ли удастся получить. Поэтому не нужно строить иллюзии, нужно делать то, что реально необходимо, и то, что мы можем себе позволить. С точки зрения центральной части города, я вам должен сказать, что Казань, перед тем, как началась реализация мероприятий по приведению Казань в порядок, Казань выглядела не просто плохо, это просто было убогое зрелище. Просто убогое зрелище. Мы сегодня никоим образом не выглядим подобным образом. То есть у нас проходит большое количество крупных мероприятий, в том числе международных. Мы не накопили все проблемы к 300-летию. То есть эти вопросы решаются постепенно, по мере того, как они возникают. И я скажу, что наш центр города как раз выглядит очень достойно. Еще об одной теме, которая тоже интересует всех, это о том законопроекте, который непосредственно и вы представляли в Совете Федерации, о том, что теперь люди будут непосредственно поставщикам энергоресурсов платить за услуги ЖКХ. Самое главное, что это исключит наличие посредника. То есть сегодня мы предполагаем, что управляющая компания, можем предположить, что управляющая компания не по назначению использует ресурсы. Для этого мы ее исключаем. Если бы мы не предполагали, а знали, что она не по назначению, тогда нам надо обращаться в прокуратуру и наказывать такую управляющую компанию. Но в идеале исключение посредников, оно всегда сказывается благотворно на финансовой дисциплине.